Всем привет! Сегодня будет интереснейшее видео, а интересно тем, что отправляемся на поиски древних цивилизаций. И мы их нашли. Вашему вниманию будет показано древнейшее сооружение всего человечества. А также будет поиск следов древних скифских и сармазских народов. И их мы тоже нашли. Всем приятного просмотра! Итак, ребят, всем привет! Сегодня у нас очередной выезд. И, как я обещал, сегодня у нас, грубо говоря, экспедиция. С составе трех человек. И экспедиция в каком виде, в каком плане. Выехали мы за пределы. Я не знаю, так далеко я, в принципе, не езжу. Покопать просто так. Но оно того стоило. Приехали мы в одно местечко. Со мной будет копать. Вернее, я буду с ними копать. Это Влад и Сергей. Они специалисты по древним находкам. Вот. Я как бы по монетам, а они вот в старину копают. Находимся мы на полях, в лесах. Так что никакие это не памятники культуры, архитектуры. Там природные памятники и так далее. В общем, все законно. Сейчас мы приехали по распашке походить. Довольно-таки интересные. Так, знаете, первый раз я такое услышал, увидел именно от Влада. Это такие майданы. Вот. Влад сейчас нам поподробнее это все расскажет. Потому что я об этом вообще нифига ничего не знаю. И здесь распаханы также имеются... Как они? Курганы. Курганы. Вокруг Майдана несколько курганов, и они распаханы, ребята. Вот. Так что я сейчас бразды правления Владу, и он расскажет про курганы. Ну, а я какую информацию в интернете узнаю, найду. Про эти майданы я, конечно же, приложу. Так что все бразды правления сейчас Влад. Влад. Влад, расскажи именно про майданы и про то, где мы находимся. Ну, где мы находимся, трудно сказать. Согласен, да. Потому что сюда приехали наши конкуренты. Ну, а так, майданы, это вроде как считается место поклонения богам, либо культовый объект. Ну, ты говори... В нем в самом не захоранивали, вокруг него захоранивали людей. Курганы поэтому стоят вокруг него. Сам майдан представляет собой такое сооружение в виде краба. То есть, с такими клешнями. Ну, Александр фотографию подставит там, покажет. Ну, а так он датируется где-то четвертым тысячелетом до нашей эры. Возможно, вторым тысячелетом. Оно особо не исследовано. Особенно в нашей области. В основном, попадаются майданы на территорию Украины. Ну, а в России, ты говоришь, вообще впервые ты с таким сталкиваешься, да? Вот, видите. Может, где-то есть, но в Самарской области это вообще очень редко. Вообще и не исследовано. Ну, а в дальнейших, вот сейчас мы вот пройдемся по этим полям распаханным. Вот, потом, куда мы отправимся, если ничего у нас серьезного и интересного не будет. Поближе к реке. Поближе к реке. А река у нас далеко находится? А то, по стороне, где посадка. У меня особо далеко. То есть, вон туда, вон отправимся. Довольно-таки интересные места. Везде поля, а здесь вот такие, знаете, небольшие очаги именно лесной посадки. И у них мы тоже сегодня погуляем и узнаем, что у нас тут. Вот, с нами еще Камрат Серега. Серега, здорово! Вот, он тоже любитель копать по старине. В общем, они оба копают древние находки. Монеты вообще не любят, представляете? Монеты вообще не копают. Сжигались, как сопутку берем. Как сопутку, как сопутку. А потом, как и металлолом сдают просто-напросто. Вот, так что вот так вот. Приехали мы с утра пораньше, так что я выехал даже в 4 часа. Добрался, пересели мы на Владовскую лошадку и сюда примчали. Ладно, интересное будет что-нибудь, я, конечно же, вам покажу. А я думаю, если видео видите, значит, что-то у нас интересное есть. Так что смотрим. Не так, ребят, у меня находка прямо вот под этим корнем вытащила вот такой вот маленький серп. Вот, подошел Влад и говорит, что кочевники переносили с собой вот именно такие вот маленькие серпы. Вот, не знаю. Но все-таки, мне кажется, зубьи есть. И, возможно, это может отголоски советского времени. Не знаю, ребят, как ваше мнение. Вот, Серег, может, ты специалист? Вот, у Влада там тоже классная находка была. Рассказываю, вот, что-то такое, я не спец. Фибула. Фибула. Возможно, период Хазара. Хазара. Да. Фибула, это у нас застежка, да? Да, плащ застежка. Да. В районе Ключицы застегнулся плащ. Ага, ну, фотографии, рисунки я вам постараюсь приложить, но это железо. Вот такая вот древность, год, век, такой? Восьмой где-то. Восьмой, восьмой век, да? А это, Серег, что скажешь? Зубцы вроде видны, да? Зубцы видны, да. Характерный для новых, да? Для советов. Ну, раньше совет, я думал, царский период. Империя. Да. Ну, кованый. Это как это? Нештампованный. Это как это, кованые зубцы, и блин. Это я понимаю. Нет, это вопрос. Может быть, как-то и раньше тоже зубцы, но где-нибудь. Видишь, мы находили на соку тоже серп, который ты находил, маленький. Потом видно, что он у кочевиков. Тоже зубцами. Да. Утого немножко другое. Вообще. Да, там зубцы тоже есть, но они неаккуратно сделаны. Нет, вот это вот отсюда был вот этот серп. Это железо ковано. А как ты определил, что это железо ковано? Неровный, там, вот видно. Ударом, ударом. Да, отковывали по ручке. Поручка очень характерна. Но даже вот по обуху разная толщина идёт. Застряется. Почему я спрашиваю, я сам не знаю, да и мои подписчики, как говорится, молодое поколение нифига не знают. Так что информация полезна. Маленький, потому что удобно было переносить. Думаю, ранний царских. Я просто раньше подумал, они такие здоровые, серпаются, маленькие. Возможно, для кочевников как раз, да? Ну а что им, травку резали, что ли? Да, собирали. Всё, что резится. Да? Нет. Ну ладно, первая находка и нормально пойдёт. Датировали. Это у нас царизм. Не ранее. Или не позднее, да? Ну не позднее точно. Не позднее. Ладно, гуляем. Продолжаем по такому лесу. Кабанов. Мест, их стоянок очень много. Перешвыряли всё. Надеюсь, они нам не попадутся. Итак, ребят, находка. Ну, я не знаю, к какому разряду это отнести. Не знаю. Возьму. Пацаны посмотрят. Вот это прям край острый. И похоже на кровотёк, что ли, или что-то в этом роде посередине. Ну, не знаю. Возьмём, посмотрим. Что нам пацаны скажут по поводу такой вот находки. Ребят, на поле мы находимся. И вот распаханный курган. Вот видите нас. Потом вот там распаханный курган. И позади меня. Вот ещё один распаханный. Здесь их несколько. Так-то... Видно, да, вам курган? И это не природный, искусственный, или насыпной. Это всё-таки в своё время был курганчик. А вот... У нас как бы так называемый Майдан. Сейчас я вот стою как раз на Майдане. Видно отсюда, что вот небольшой курганчик. Потом вон там вдали ещё один курган. Вон курган тоже. Вот именно вот этот. Видите? И большой распаханный курган. Вот. Ну, в своё время здесь устанавливали какую-то вышку, связь, или что-то в этом роде. Ну, а что, воспользовались случаем. Все поля распаханы. Где что поставить? Вот именно на этом месте, на Майдане. Красотища. Сейчас, наверное, вон что-то на лесок съездим. Посмотрим, что у нас там. Это земляное сооружение Майдан. О предназначении и возрасте которого спорят археологи и историки. Но предположение всё же есть. И считают его ритуальным святилищем. По мнению специалистов, объект связан с древнейшей культурой. Возраст которого около трёх с половиной тысяч лет. И на плоской поверхности холма находилась площадка для жертвоприношения. Другие считают, что Майдан принадлежит к древней цивилизации Арата. Которая упоминается в шумерских мифах. А некоторые считают, что объекта на снимке может быть и пережитком более древних цивилизаций. Возможно, первая в истории, повторюсь, возможно, это одна из самых старых сооружений на Земле. Особенности конструкции этого Майдана. Тип многоусый краб. Центральная часть полуразрушенная. Имеет восточный проём. Усы полностью распаханы. Лишь просматриваются со спутника. Размеры некоторых элементов Майдана. Диаметр центральной чаши, овал, 42,58 метров. Длина усов 128 метров. Максимальный размах усов 306 метров. И общая площадь с курганами составляет 46 гектар. Красотища. Сейчас, наверное, вон в тот лесок съездим. Посмотрим, что у нас там. Итак, блуждаем, ребята, сейчас по леску. Находка у меня была вот такого вот характера. Что-то древненькое. И это очень похоже на кресало. Вот я не особо специалист по древним находкам. Но вещь кованая и, походу, кресало. Чуть попозже я у пацанов спрошу, на самом деле это кресало или нет. Ладно, продолжаем. Итак, ребята, подошел я вот к Владу. И у него вот такая находка. Это у нас срезень. И он говорит, что это период монголов. Любопытно, интересно. Кстати, держи. Мой срезень. Влад тоже говорит, что тоже монгольский период. Кресало. Кресало, да. Кресало. Это у меня, получается, уже третий кресало? Да. Да, ребят, это у меня уже третье кресало. Ладно, идем дальше. Итак, ребят, решил я отдохнуть. Приходится мне овраги тут перелазить. Очень высокие овраги. И здесь где-то родник. Чуть выше, наверное, по склону. Потому что здесь идет небольшой рычеек. В общем, от пацанов я отбился. Где-то в той области они гуляют. Вот я же здесь внизу по оврагу. В общем, к чему я? Комары здесь жуткие и очень большие. Прям спреем я не побрызгался, ничем не помазался. И они просто живьем меня съедают. В общем, по находкам пока не густо, но и не пусто. Поднял я, в принципе, древненькую. Период Золотой Орды. Потом, что у нас еще была? Срезень был большой. Тоже монгольский период. И удивительно то, что мы находимся в такой глуши, в такой дали от цивилизации. Но здесь мусор. Мусор, советский мусор. Пробки, банки, крышки. В общем, гвозди тоже встречаются. Потому что сегодня я хожу на всех металлах. Вот так что вот так вот. Куча мусора. В такой глуши, в тишине. И мусор. Слышите? Бежит ручеек. Приятно звучит. Ладно. Отдохнули. С вами пообщались. Небольшую вставочку к видео сделал. Вот такой пейзажик у нас. Вот давайте я вам сейчас покажу, как выглядит наш овраг, в котором я нахожусь. Вот позади как раз вот и идет склон ручеек с водицей. Ну, в принципе, приятно. Мне нравится по таким местам ходить. Хоть находки не монеты, но все равно. Если находка есть, то она меня просто радует. Я обожаю ходить по старине. Это просто шикардос. Так что ладно. Смотрим. Будет еще что-нибудь интересное. Это однозначно. Найдем что-нибудь. Это точно. Смотрим. Итак, ребята. Находка вот такая вот. Не знаем что. Но я ее решил заснять, потому что это последнее мгновение данной баночки. Мы не знаем, что это такое. И хотим ее вскрыть. А вскрыть только лопатой. Вот я предполагаю, что это может быть какие-то сосательные конфетки были. Вот. Так что, если у вас есть варианты, пишите в комментариях, что это такое было. Но это последнее мгновение этой баночки. Серега ее сейчас будет вскрывать. Варварским способом, конечно. Опа. Поломал. Ну-ка. Ну ладно, сейчас вскроем и посмотрим, что у нас такое. Что-то зашипело. Зашипело даже. О, там какой-то белый порошок. Еще в глазах. Какая химия какая-нибудь. Кокаин. Запашок имеется. Да, не мухательный. Какие? Да. А запах, знаете, мази. Мази для рук. И, по-моему, это мазь. Вон, видишь, смотри. Да, это мазь для рук. Так что, все узнали. Это была мазь для рук. Ладно. Так, ребята, вот здесь вот какая-то вот похожая на углубление. Вот кто-то говорит, здесь пчельник был, кто что. Но факт в том, что у Влада находка здесь. И, как он говорит, это кочедык. Кочедык. Я, если честно говоря, в первый раз вижу и слышу такое. Кочедык. И Влад говорит, что такими хреновинами плели лапти. Ну, вещь в принципе древненькая. 18-19 век. Заберем, как находку, заберем. Что, Влад, куда сейчас идем-то? Вдоль реки. А река у нас внизу, да, идет? Да. Вдоль реки тогда идем. Еще так же возможно здесь был тракт, да? Да. Вот. И мы сейчас в поисках этого тракта. Ну, по крайней мере, жизнедеятельность здесь уже появилась. И это радует. А то, наверное, в течение полчаса идем. Нифига сигналов нет под катушкой. Вот. И тут вот выскочил. Приятно. Приятно. Идем дальше. Итак, находка и обломок вот такого вот ножа. Не знаю, насколько древняя, но лезвие до сих пор острое. Жалко без рукояти. Но тоже видно древненькое. вот такое вот острие. Заберем. Итак, ребята, вот тут мы собрались в одной ямке и нашли вот такую вот вещицу. И это кресало. Я уже находил кресало, но вот это вот совсем другой тип варианта. Серый, твоя находка рассказывает, что это. Держи. Классная вещица. Кресало кованая вещь для высекания огня из кремния. Углеродистая сталь при проведении по грани кремния дает искров. Раньше все ходили с такими, то есть прикуривали трубки, зажигали огни. Вот используют такие вещи. А век какой? Век, я думаю, 17-й, такие вот. 17-й, 16-й, да? Огонь, а вот мое кресало, который год. То есть они одинаковые, просто не более еще по периоду казачины. У меня более бедный вариант. Ну, они у всех были. Ну, у него ништяк. Это как-то салазки, что ли, называются они. Я, по-моему, читал в интернете салазки, по-моему. Красавица. Да, вообще классный. Огонь. Обычный подсумок был, лежал и кремния. Так что здесь вот наверное мы решим немножко обосноваться, потому что я вон там нож нашел, Влад нашел вон там как она для кочедык, вот здесь вот кресало, блин, впадаются кованые гвозди. И гвозди. Ну, сегодня Серега чемпион вообще насчет гвоздей. Я вам покажу чуть позже, какие он гвозди нашел. там блин не гвозди, а шпалы, которые прибивают чем? Костылями, настоящие костыли, блин, а не гвозди. Я уже задумывался о постройке дома. Вот так вот. Ладно, сейчас немножко здесь вот обоснуемся и посмотрим. Эпицентр здесь нормально, там дальше овраг какой-то идет и вот так вот. Прикольная вещь, такой холм. Здесь какой-то похоже на домовую яму. Вот и здесь находки. Видно, что-то здесь все-таки было в свое время. Ладно, я думаю, находка долго нас не заставит ждать. Продолжаем. Итак, ребят, долго, коротко, где-то 2-2, с половиной числа шли до озера, которое находится в затерянном вообще лесу. Все-таки оно нашлось. Вот, сейчас будем вокруг него ходить, блуждать в поисках находок. Вот, так что озеро такое уже, знаете, брошено настолько, что внутри куча деревьев, в общем, как болото стало. Ну, надеюсь, что-нибудь помимо кабанов мы здесь еще чем-нибудь увидим, потому что кабанчиков на шурфиле здесь очень много, тропы кабани, так что смотрим продолжение. ребята, еще одна находка и тоже находка как бы старенькая, древненькая. Это у нас подкова. Именно обувная подкова. Вот такая вот. Я такую, если честно, первый раз поднимаю. Прикольно. Размер, наверное, от мужского сапога. Ладно, заберем. У Стаса, у Влада там тоже в яме сигнал. Итак, ребят, по находкам получилось сегодня, в принципе, очень довольно-таки много всего. Многие, может быть, скажут, что всякая лабута неинтересная, но я вас хочу разубедить, что вещи довольно-таки интересные. Так, это кусок подковы в курсе. Вот, это, наверное, из той же серии. Вот, кресала. Вообще, классная, зачетная вещица. Вот, прикольная. Наверное, самая зачетная сегодня находка. Так, кованые гвозди. Потом еще каванина непонятная. Тоже кованая лабуда какая-то. вот такая вот вещица. Приятная. Это у нас Влад, ну-ка, подсказывай мне. Кочедык. Кочедык. Плели лапти. Не знаю, каким способом плели, но факт в том, что это кочедык. Вот у нас еще одно кресало. Подкова для сапог. Вот такой ножик. Жалко, что вот утраченный. Ну, такой приятный серп. Прям целый. Редко найдешь, когда он целый, немятый. Следующая. Вот такая вот еще фибула, Влад, это тоже фибула, Пряжка, пряжка, застежка. Вот такая вот. Вот такая вот. Это сам настоящая фибула, да? Какой век? Девятая? Девятая. Восьмой, девятый век. Вот это интересная вещица. Я такие похожие видал. Это походу, знаете, типа, подвешили его. И здесь вот у нас была палочка, которая горела. Как он назывался-то? Блин, из головы вылетело. Я такие, похоже, подымал. Да, лучина, лучина. Возможно, лучина. Вот туда в отверстие может быть и лучина вставлялась. Тоже древненькая. И приятные находки вот такие вот это у нас срезень золотоордынская. Вот такая. Вот еще есть приятная вещица. Я такую впервые вообще вижу. Это у нас, ребят, тоже наконечник. Его еще называют птичник. Тоже золотая орда, да? Вот непонятная вещица. Непонятная. Влад говорит, что это нож. Но я не знаю. нож для младенца или что? такая интересная. Ну и там, где древние находки, были вот такие зачетные часики. Никаких надписей нету. Вообще никаких. Проб клеем тоже нету. Точно. Вот эту вещь мы так и не датировали. Не знаем, что это такое. Вот довольно таки интересное лезвие. и я говорил, что Серега накопал вот таких вот кованых гвоздей. Вы думаете, это все? Нет. Есть еще вот такой вот кованый гвоздь. Даже в камеру не умещается. Это сколько нужно сил, чтобы его еще изогнуть. Были богатыри у нас на Руси. Вот в принципе вот так вот получилось. Влад с собой еще столько мусора таскал. Серега тоже не меньше. В общем получилось вот в принципе все находки за сегодняшний день пустырения и ни одной монеты. Ну ладно. Прилично. Нормально. Все еще впереди. Итак, ребят, проезжаем одну замечательную. Я считаю даже знаете ценнейшую культурную наследие и его к сожалению как говорится распахали. Я вот поднимаюсь на возвышенной специально чтобы вам показать. Я даже не знаю как вам сказать это но это глазок или что-то в этом роде. сегодня я столько наподымался на холмы на горы ноги накачал как я не знаю кто. В общем не знаю как будет видно вам но вот смотрите постараюсь вам показать вот посередине это око а вот это вот это треугольник и всевидящее око видите трактор распахал прям посередине я вам сейчас спутниковые еще сверху покажу будет видно отчетливо вот такие вот места у нас есть ладно сейчас до машины попрощаюсь и домой итак ребят на этом я буду заканчивать свой видеокоп копали мы сегодня по старине с двумя замечательными комрадами это Влад и Сергей большое им спасибо что они меня вывезли на такие замечательные мероприятия мне очень нравится копать по старине хоть иногда получается не особо но у нас сегодня что-то вышло и вы на самом деле видели что попались у нас древности 10 8 10 век да вот золотая орда монголы вот эти вот самые которые нас топтали много много веков ну в принципе мне понравился сегодняшний коп надеюсь и вам тоже он очень был любо посмотрели отдохнули вместе со мной покопали так что ставим пальчики кверху за ваши пальцы я буду видеть и знать что вам такое действие именно коп по старине понравился и я буду впредь продолжать вас радовать именно такими выездами так что на этом и все всем пока до новых встреч до новых встреч до новых встреч до новых встреч Субтитры создавал DimaTorzok